Сан Кайсенбун, Япония Путин хочет вбить клин между Японией и США Сан Кайсенбун, Япония 22 января 2019 года В преддверии встречи глав России и Японии 22 января Москва усиливает давление на Токио и при этом скрывает возможные точки соприкосновения Из заявлений президента Путина можно сделать вывод, что он ни при каких обстоятельствах не намерен передавать суверенитет на острова Позиция по-прежнему жесткая В 2016 году лидеры России и Японии достигли соглашения развивать экономическое сотрудничество и вести на северных территориях совместную хоздеятельность Японская сторона придерживается следующей стратегии – добиться понимания японских ценностей и найти путь к возврату территорий После заключения мирного договора СССР передает Японии Хабамай и Шикотон, говорится в советско-японской декларации, на основе которой в ноябре прошлого года Путин и Абет договорились ускорить переговоры По мнению японской стороны, это одно из достижений вышеупомянутой стратегии Тем не менее Путин не отказался от жесткого подхода Для российского лидера, который ранее заявлял о действенности совместной декларации, ноябрьское соглашение не является компромиссным Более того, на следующий день он подчеркнул, в совместной декларации ничего не говорится о способах передачи и суверенитете после передачи Его слова можно трактовать как-то, что и после подписания мирного соглашения суверенитет на два острова передан не будет С учетом возможного появления американских военных баз на островах после их возврата в декабре он отметил Мы не понимаем уровня суверенитета Японии при принятии решений подобного рода Без ответа на этот вопрос нам очень трудно будет принимать какие-либо кардинальные решения В октябре он раскритиковал присоединение Японии к антироссийским санкциям, а также выразил недовольство по поводу скудных результатов совместной хоздеятельности на северных территориях Он даже выразил мысль, что мирный договор можно заключить и не решая территориальную проблему Историческое восприятие не меняется Кроме того, министры иностранных дел Лавров и другие российские высокопоставленные чиновники неоднократно подчеркивали Пока Япония не признает, что Южные Курилы законно стали российскими по результатам Второй мировой войны Переговоры развиваться не будут Об этом Путин говорит с 2005 года Факт в том, что мнение главы России по поводу ДРФ Советской Японской Декларации Военных аспектов и исторического восприятия не меняется Из этого можно сделать вывод о стратегии Путина 1. По возможности положить территориальную проблему под сукно и заключить мирное соглашение В случае передачи территории максимум два острова 2. Добиться большего экономического сотрудничества 3. Предотвратить размещение на островах американских военных баз и вбить клин между Японией и США 4. Россия должна занимать лидирующую позицию в переговорах и не признавать японские претензии по поводу незаконного захвата Между тем реальность в том, что Россия, находящаяся под санкциями, хочет улучшить отношения с Японией и реализовать экономическое сотрудничество По данным недавних социологических исследований, 77% россиян против передачи территорий, однако 81% уверены в важности сотрудничества с Японией Я думаю, Путин также будет следить за общественным мнением и вести переговоры таким образом, чтобы добиться максимальной выгоды Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Материалы на СМИ Редактор субтитров А.Семкин Корректор субтитров А.Семкин Корректор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...